парни смотрите какой я нашел тут мимо еду смотрю стоит прям рядом припарковались тоже автодом сейчас я на псковских номерах у него там вот верляндочки кофеварочки место драйвера хозяев нету на лыжах катаются тут недалеко от питера тут я ехал с дитями тоже кататься у него так весело я думаю это молод молодежь какая давайте во первых есть именно такой полноприводный паз до полноприводный паз есть даже вы не будете так любезно пойти вот там включить там есть возле ручки дверной переключатель такой повернуть его надо по часовой стрелке на 90 градусов до до часовой знаете куда часы ходят о молодец он у вас как бы отопление только от мотора от мотора да и все потому что это когда кто-то снимает не заводится это не понимаю что такое может быть я что-то не так сделал а вы его давно уже так эксплуатируете в таком виде уже два года два года вообще ну вот но в дальнейшем конечно все хочется капитально лучше чем у Павла сделать у Павла вот там у вас тут вообще классно ну здесь что есть давай что перед переворачивается получается диван там двухместный диван здесь двухместный тоже диван и сюда еще одного можно непритязательного положить вот прям на стол ну как конечно вообще у меня рундук материальные ценности тут всякие очень все неудобно вообще использую занимаюсь реконструкцией помещений там всяким ремонтом домов и прочего поэтому я приезжаю на место туда где эти дома подключаюсь к электро к электроснабжению включая обогреватель этого вполне достаточно у вас изготовление сделано временное быстро быстро на скорую руку отодрана вот эта обшивка и туда вставлены разобранные картонные коробки которые тоже являются прекрасным утеплителем а главное их достоинство то что они очень дешевые ну бесплатные мы находимся в цепноте как впрочем и сейчас ведь мы с нашей моей попутчицей поехали сюда покататься с тем чтобы вечером пойти в театр поэтому в театр похоже пойдем прямо с лыжами наперевес если вообще пойдем ну вот он пока как автобус зарегистрирован дальше вы не будете так любезны дайте мне пожалуйста ложку там лежит на столе для обуви спасибо ну вот категории b ой d d автобус но я хочу переоборудовать потому что с чем плохо потому что нужно два раза в год проходить техосмотр я специально не прохожу техосмотр два раза в год так сказать надежде на удачу но один раз мне повезло в первый год а во второй год меня поймал госавтоинспектор и сказал давай сюда 500 рублей ну смысле не сюда прямо ему а государственную казну пришлось заплатить когда я его поехал покупать в перм я поехал туда сумочкой и деньгами за автобус за 65 тысяч я его приобрел и своим кодом приехал в обсков без всяких особых полом в помпе подшипники полетели ну и вот оставалось немного мне нужно было сочи ехать по делу и ну и там инструктором работу по сноуборту вот и на сезон на целом поеду на автобус это так классно я ехал целую неделю путешествовал наслаждался жизнью конечно пока ты едешь это было в декабре но все-таки на юг пока едешь тепло ложишься спать тоже тепло просыпаешься прохладно но автобус завел поехал дальше опять тепло то есть на это не неправильно нужно так чтобы было тепло всегда поэтому нужно сделать так как вы сделали только хочу газовое отопление сделать с водонагревом с душем туалетом потом что там еще и собственно не вебаста газовый котел контур батареи периметр и так далее пару боков воды для а как вы кстати сливаете воду на накопитель его прямо вниз я думаю немного используйте моете ну руки и все такое это ведро у меня еще есть ведро да это незаметно где-то если вы остановитесь на двадцатой площади вы разведете ну и будет по-быстрому сделал утепление сиденье лишнее выкинул развернулся фанелью приключил сиденье чтобы так перевернуть задний диван тоже сделан из сиденья а как часто вы на нем ездите все время теперь теперь все время часто это медаль это вот ехал 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 и первый приехал совершенно случайно тут у нас есть электричество от инвертора тоже а вот это что такое вот а это прям предваритель когда компьютер включаешь чтобы слышно было всем а это динамик это один а это второй вот потом значит у нас тут есть еще небольшое освещение спальной зоны такое это температура температура влажность и время на улице неправильно потому что на улице вот это уличный термометр он за между вот этим утеплителем и этим самым павел если вы будете использовать еще когда-то утеплитель никогда не используйте вот такой посмотрите и вот этот довольно толстый утеплитель спинни полиэтилен вот такой толщины вырезал строго вот это вот строго по периметру там же стекло же ага ставил а он видите как усел я вложил еще одну только она тоже уже она он садится уменьшается никогда не используйте я вот и это это я купил для других нужно чтобы она не валялась под ногами вот к стенке приклеена на сколько тут че и все нормально вот без затей короче говоря живем как придется тут у нас есть рябиновое варенье еды для кошки сноуборды вот они здесь возятся даша этот сноуборд он живет его надо привязать так вот сноуборды здесь обычно лежат но сейчас они сняты потому что на них катались слушайте а вот гаишники бывают какие-то вопросы задают они да они задают вопросы они говорят ух ты на рыбалку на охоту и да и как классно вот бы нам такое и можно и все и на этом закончил да в общем они интересуются просто как обычные люди как и что а куда-то за пределы рф ездили нет никуда не есть потому что как я вам сказал вообще как бы принципиально на нем можно поехать там финляндия не знаю не знаю если он отвечает этим нормам технически там какие-то по выхлопам и когда выезжаешь на автомобиле за границу они проверяют как-то или что нужно сертификат какой-то предъявлять я думаю что они ничего не проверяют тогда можно почему нет тем более за границей наоборот любят особенно финны они любители не только финны вообще тут у меня видите хаос небольшой потому что все спешки здесь гардероб временно а не туалет временно вот тут шлем уж ты ну так здесь вот пожалуйста борьбой зателок у нас слишком хорош автобус советский и не дебы а какого года он 88 вообще все это очень здорово а по ремонту что-нибудь делали это газ-53 это газ-53 ну и точнее га-66 годовая передний мост га-66 раздатка га-66 вот а проходимость так он вездеход же вездеход вездеход полноприводный автобус вот отключается перед ним включается отключается передний мост включается этот самый сейчас скажу что достатка пониже пониженная и опять все включает это все как бы заводское все заводское да все штатное немножко вибрирует конечно потому что сделано в советское время может быть немножко недостаточно качественно знаете военная техника на по высшей категории там другие допуски посадки а здесь для гражданского использования это именно для использования труднодоступных и плохо проходимых местах северных и сибирских регионов вот например этот автобус работал в лесном хозяйстве и возил лесников в отделянку они тут садились брали с собой водку закуску сало как вы сказали ваше называется привет земля привет земля привет земля даже вы запомните привет земля в одно слово привет земля в одно слово да слушайте но у вас очень мило а он на бензине или на бензине а большой расход 1000 рублей 100 километров ну примерно 25 30 литров это 92 92 вообще на 80 на 76 должен ездить но поскольку его нету я перевел на 92 то есть снял с головы голову свой металла тем самым меньше камера сгорания и следовательно увеличив степень сжатия и все хорошо зачем вы его купили вообще люблю путешествовать это первое во вторых моя работа связана с объектами в разных местах когда ты приезжаешь на объект обычно хозяева тебе предлагают где-то поселиться например в соседней комнате полученной новой квартиры которая представляет собой бетонный куб с пылью грязью совсем кемпере ты сел сел к себе пришел к себе да мой сел за чистый стол выпил чашечку чая посмотрел там кто тебе какие письма написал а почему именно пас пас потому что если вы снимете его спереди то он покажет вам свое лицо колоритное это ретро это потому что пас это автобус нашего детства а я привержен советской власти и всего советского в том числе автобуса как-то стою я возле цирка на фонтанке если я правильно называю речку поехал кататься на роликах на роликах они тут лежат приезжаю смотрю на лобовом стекле записка и куплю ваш автобус и телефон я позвонил говорю зачем тебе из любопытства ради буду кафе делается говорю нет ну я просто из любопытства вот но то в другом месте предложит а еще потом фотографируется еще открою небольшой секрет хочу раскрасить его под хохлому под хохлому но вот так вот он снаружи то милая его улыбка сейчас я покажу но реально она милая ряд реально она милая все веселый пас поехал в театр поехал не куда-то там а в театр прямо слышишь в театр нормально